Здравствуйте! В эфире программа «Время жить». Мы расскажем о том, как сохранить свое здоровье и продлить жизнь. Сегодня в программе. Картофель. Изучаем соотношение цены и качества. Каратэ. Спорт или искусство жизни. Ржавчина сосудов. Как бороться с атеросклерозом. Картофель в качестве продукта питания у нашего населения пользуется особой популярностью. Как говорила героиня фильма «Девчата», из картошки можно приготовить до 300 блюд. Это действительно здорово. Продукт это полезный. Помимо крахмала он содержит значительное количество железа, минеральных солей и витамина С. Но иногда наряду с этими элементами любимая картошка может содержать нитраты, пестициды и даже тяжелые металлы. Влияет ли цена на качество продукта и что надо знать при выборе овощей, расскажем дальше. Мы решили купить картофеля в разных местах и отвезти его на проверку к экспертам в лабораторию. Вначале отправляемся на один из рязанских рынков. Картофеля много, цены разные. Средняя стоимость здесь 15 рублей за килограмм. Скажите, а что за сорт такой? Не скажу. Откуда приехала картошка? Тамбовская, да? Сами пробовали? Вкусная картошка. Да, хорошая рисунка вообще. Дальше отправляемся за пределы рынка купить картофель у местного населения. Здесь встречаем самую высокую цену. Возможно, этот картофель стоит тех денег, за которые его продают. Здравствуйте. Здравствуйте. Она уверяет нас, что продукт только с огорода. Она его там лично выращивала. За качество, как говорит, отвечает. Я смотрю, какая у вас картошка. А, по два. Давайте килограмм. Вот эту? Да, да, вот эту. Считается, что при выборе любого сорта картофеля нужно обращать внимание на то, чтобы он был плотным и твердым, а еще, конечно же, выглядел аппетитно. При выборе картошки пользуемся именно этим руководством. Последний образец покупаем в одном из крупных супермаркетов города. Его цена 18 рублей за килограмм. Это продукт из Ряжска. Итак, у нас есть четыре образца. Они куплены в разных местах и имеют разную стоимость. Самая низкая цена 15 рублей – тамбовский картофель, купленный нами на рынке. Чуть выше стоят овощи, приобретенные в супермаркете. Здесь мы заплатили за килограмм 18 рублей. Далее по цене идет картошка с бабушкиного огорода. Она стоит 20 рублей за килограмм. И самая высокая стоимость у картофеля из Льгова. Мы отдали за него 25 рублей. Пора проверить, соответствует ли цена качеству. Это наш сегодняшний улов. Здесь примерно 4 килограмма. Сейчас с ним мы отправляемся в лабораторию. Мы находимся на станции агрохимической службы «Подвязевская». Здесь выполняют самые разнообразные анализы – химические, таксилогические, радиологические. Проводят в лаборатории испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции. На станции нам должны предоставить протокол испытаний, привезенных нами образцов картофеля. Скажите, на что будем исследовать данный картофель? Данный картофель мы будем исследовать на токсичные элементы. Нитраты, тяжелые металлы, радионуклиды. Пока специалисты трудятся в лаборатории, мы решили провести свое небольшое исследование. И выяснить, какой картофель окажется наиболее вкусным. Наши независимые эксперты определяют, какой из образцов самый лучший. Они видят только номера и не знают, где какой картофель находится. Им предложено оценить его по баллам – от 1 до 10. И вот результаты. Самое большое и одинаковое количество – 28 баллов – набрали первые и третьи образцы. Это тамбовский картофель, купленный по цене 15 рублей за килограмм. И картофель, приобретенный из бабушкиного огорода – по 20 рублей. Второй образец набрал всего 8 баллов. Это картофель из Льгова по самой высокой цене – 25 рублей. Ниже оценку эксперты дали овощам из супермаркета – всего 7 баллов. Стоит этот картофель 18 рублей за килограмм. Теперь пора узнать, что скажут в лаборатории. Мы проанализировали 4 образца картофеля. И данные показали, что результаты все различные. Во втором образце, например, превышают нитраты на пределе ПДК. В четвертом – превышает мышьяк выше предельно допустимой концентрации. Такие небольшие отклонения. Вот откуда берется, может, где-то какие-то промышленные предприятия. В первом и третьем образце результаты в нормальной всех пределах допустимых уровней. Из анализированных вот этих образцов третий образец получился самый чистый. А самые худшие у нас четвертые. Все, что превышает предельно допустимую концентрацию, на организм, как известно, влияет не очень полезно. Вредные вещества со временем могут накапливаться. Могут быть и отравления. Поэтому необходимо, если превышает по каким-то показателям, например, картофель, его очистить. Если мы, например, поварим его сколько-то, вареного картофеля уже нитратов намного меньше. Наши независимые эксперты и специалисты из лаборатории оказались обоюдны во мнении. Получилось, что и по вкусу, и качеству выиграли одни и те же образцы. Самым лучшим оказался картофель под номером 3 с бабушкиного огорода. Цена 20 рублей. Также по качеству с ним рядом стоит образец номер 1. Картофель из Тамбова, купленный нами на рынке за 15 рублей. Дальше идет образец номер 2. Продукт из Льгова. В нем нашли больше всего нитратов. А стоит он 25 рублей. Четвертый образец картофель из супермаркета с небольшим превышением мышьяка. Его стоимость 18 рублей за килограмм. Все это значит, что не всегда цена соответствует качеству. А вот по вкусу продукта потребителя тяжелее обмануть. Селихоз продукции продается всегда сопровождающими документами, сертификат качества или протокол испытания, где отражаются, значит, кто производитель, кто поставщик данной продукции. И указываются параметры, например, значит, содержания нитратов, тяжелых металлов, токсинов, радионуклеидов. Эти вот все элементы, когда превышают допустимый коэффициент, они отрицательно сказываются на здоровье. И покупатели в данном случае всегда должны обратить на это внимание, не превышает ли данные, значит, элементы содержания в этой продукции. Специалисты напоминают, не стесняйтесь спрашивать сертификаты на продукты, которые вы покупаете. А продавцам советуют все-таки прежде, чем продавать товар, получить протокол испытаний, чтобы убедиться в том, что вы предлагаете хороший качественный продукт. Врачи называют атеросклероз ржавчиной жизни. Это заболевание находится в первой четверке частых болезней и причин смерти. Однако не все так страшно, справиться и с этим недугом можно. Но для этого надо знать, почему развивается заболевание и как его предотвратить. Один из известных кардиологов назвал атеросклероз самым жестоким киллером современности. Это заболевание коварно тем, что часто развивается незаметно для человека. Атеросклеротическая бляшка постепенно растет, сужая просвет артерии. Симптом атеросклероза – это боли в оконоженных мышцах при ходьбе, похолодание ног, какие-то неприятные ощущения. В основном, конечно, это когда у пациента начинаются боли при ходьбе. Это самый первый признак атеросклероза – атереаконечности. С сосудами, питающими, например, головной мозг, там все, конечно, посложнее. Потому что первые проявления начинаются с того, что больной, как правило, начинает либо чувствовать головные боли, какие-то тяжести в голове, головокружение. По сосудам, которые питают сердце, это, конечно, боли с грудиной при ходьбе. Наши сосуды можно сравнить с водопроводной системой. Представьте, что артерия – словно водопроводная труба, через которую постоянно проходит вода. Со временем она изнутри покрывается ржавчиной, только воды слабеет и убавляется ее количество. То же происходит с артерией, когда она засоряется. Виновником таких засоров становится холестерин. Холестерин бывает как хороший, так и плохой. Плохой холестерин откладывается на стенках сосудов, тем самым образует атеросклеротические отложения, атеросклеротические бляшки, сужевые сосуды. Недостаточно происходит питание сердца, головного мозга, что может приводить к развитию инфарктов, инсультов. Хороший холестерин, он в противовес плохому, забирает вот этот плохой холестерин из стеночек и транспортирует его в печень для дальнейшего разрушения. Хороший холестерин поступает в кровь и помогает организму, защищает его от инфекций, принимает участие во многих мозговых и нервных процессах, а также в синтезе витамина D. Овощи и фрукты содержат хороший холестерин, который служит своеобразной метелкой для сосудов. Полезны для организма в этом отношении рыба, нежирное мясо, орехи, растительные масла. Плохой холестерин содержится в основном в жареной и жирной пище. Он не такой легкий и подвижный, как его положительный во всех отношениях коллега. Он не может двигаться по сосудам, а оседает на их стенках, создавая бляшки. Однако виновником атеросклероза может быть не только плохой холестерин. Курение, можно сказать, влияет на сосуды двояк. Во-первых, постоянное курение вызывает стойкий спазм сосудов. То есть человек, если курит, допустим, за день 6-7 сигарет и больше, у него в течение суток возникает стойкий спазм, который, так скажем, влияет на то, что сосуды, которые питают эти органы, получают минимальный или меньший объем крови. То есть меньше снабжается крови. Во-вторых, никотин влияет на то, что у больных агрессивнее течет атеросклероз. То есть он больше способствует тому, что в сосудах появляются и увеличиваются атеросклеротические бляшки, которые со временем, естественно, уменьшают просвет сосудов и опять же ведут к шимии волновых мишеней. Механизмов происхождения атеросклероза очень много. Генетические предрасположенности тоже нельзя исключать. Если они есть, при факторах риска, например, таких, как курение или ожирение, атеросклероз течет намного агрессивней, поэтому о профилактике этого коварного заболевания забывать нельзя. Главное здесь – исключить факторы риска. Нужно избавиться от вредных привычек, проводить больше времени на воздухе, регулировать свой вес и заниматься физкультурой. Эффективно дозированная ходьба, как сейчас можно называть это понятие, это пациент тренируется, то есть ходит расстояние сначала до появления болей в гоножных мышцах, потом немножко отдыхает и в последующем увеличивает их состояние. Постепенно, постепенно, постепенно. Пациент, когда мы наряду с консервативным мероприятием, начинает немножко задавать себе дополнительную физическую нагрузку. Опять же, это нужно сделать после консультации специалиста, потому что не всегда боли в ногах, усталость – это не только связано с поражением сосудов, может быть, и неврологические какие-то жалобы, и еще остальные причины. То есть непосредственно нужно обратиться сначала к специалисту для уточнения диагноза, для определения дальнейшего пути коррекции этих нарушений. Профилактика атеросклероза – это и контроль уровня холестерина. В Рязани проверить его можно бесплатно, обратившись, например, в Центр здоровья, который работает в областной клинической больнице. Врачи говорят, что одна из главных составляющих здорового образа жизни – это оптимальный двигательный режим. Каждый определяет для себя сам, какой тип тренировок ему больше подходит. Кто-то выбирает плавание, кто-то бег, а кто-то карате. Именно о нем пойдет речь дальше. Карате – это японский термин. Он состоит из двух слов – «кара пустой» и «те рука». Вместе они образуют словосочетание «пустая рука» или «рука без оружия». Так оно и есть. Карате – это система самозащиты и искусство ведения рукопашного боя, основное на ударах руками и ногами. В карате существует несколько таких вот важных выражений, которые мы используем в обучении детей, во всех тренировках и на соревнованиях тоже. В программу тренировок в карате обычно входят разминки, растяжки, элементы силовой подготовки. Цель увеличения мышечной массы здесь не ставится. Прежде всего требуется скорость, точность, концентрация. При этом положительный эффект обеспечивают лишь регулярные занятия. Занимается у нас карате начиная с трех лет и вплоть до очень взрослых людей, которым по 50 лет, по 60 лет. Это такое боевое единоборство, которое не требует, чтобы обязательно с какими-то определенными навыками человек пришел. Есть дети и после месяца становятся чемпионами взрослые. Есть, которым нужно более долгое время на этом. Быть честным, мужественным, добрым, проявлять уважение к старшим и близким. Именно эти качества наряду с физическими являются основными в процессе воспитания в боевом искусстве. Внутреннее самосовершенствование – главная цель этого вида единоборств. В карате существует такое вертикальное дыхание. То есть, наверное, замечали, что некоторые мастера карате, они выходили к морю и занимались такой медитацией. На самом деле, они разрабатывали свое дыхание, потому что от дыхания зависят бойцовские качества, бойцовский арсенал спортсмена. Благодаря дыханию можно развить удар от ноги к руке. И в конечном результате, при нашем киме, при нашем кияй, в конечном итоге соприсновения с делом противника, мы получаем такой результат, что это будет сокрушающий. То есть, экинхитсацию один удар решает все. Тренировки укрепляют все группы мышц, но не только. Занятия учат побеждать свои слабости и недостатки. Движение – это и правда жизнь, а еще здоровый образ жизни. Занимайтесь спортом, бегайте, плавайте. Будьте всегда здоровыми! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова